Давайте откроем вместе с вами книгу-притч, 13-ю главу. И прочитаем 24 стих. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Я прочитаю еще раз. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Иногда в христианстве слышишь такие фаталистические высказывания. Люди думают, что они этим возвеличивают Господа, а на самом деле просто-напросто покрывают собственную лень. Вы знаете, одно из важных христианских добродетелей в Священном Писании названо «терпение». Мы многие благословения в своей жизни получаем не только по вере нашей, но верой и долготерпением. То есть наша способность ожидать, способность не жить в суете. Но наша греховная плоть любит все извращать. И часто под вывеской «терпение» скрывается элементарная лень. Люди просто-напросто ленивы, но не хочется же выставлять себя ленивцем. Лучше показать себя в терпении, ожидающем чего-то. А если что-то происходит в нашей жизни не так, как мы ожидаем, то мы говорим «ну, значит, на это воля Божья». Вот воля Божья. «Если бы Бог хотел, выжил бы, а если Бог не хочет, что бы ты ни делал, не выживешь. Как в Бородино, не будь на то Господней воле, не отдали бы Москвы». Это не то, что мы там как-то воюем плохо, хуже. Это воля Божья. Всем понятно, что мы лучше. Мы лучше солдаты, но Господней воле, и вот приходится нам как бы сдавать Москву. Приходится нам сдавать город. То есть вот такое, как бы, наша плоть пытается скрыть, скрыть свою лень, свою беспорядочность за как бы некой волей Божьей. Но вот в этом месте священного Писания Господь говорит, что Его благословение порой приходит и к бедным людям. Эти люди бедные не потому, что Бог их обделяет, и не потому, что Бог как-то мимо них обходит. Потому что, когда обычно поговоришь с бедным человеком, он никогда не скажет, что в его жизни проблема. Он всегда скажет, что там проблема вот в ситуациях, обстоятельствах. То есть всегда кто-то в его бедности будет виноват. Но только не он, а ему остается с горя пить и вот оплакивать, какая у него там такая тяжелая жизнь. И вот Священное Писание говорит, что проблема часто нашей бедности в нас самих. Проблема, почему люди порой гибнут, не потому, что небо закрыто для них, а потому, что просто-напросто они не умеют правильно и мудро распоряжаться с тем благословением, которое Господь посылает. И порой разница в бедном и богатом, в благословенном человеке и в человеке, у которого что-то мало есть. Не в том, что Бог одного любит, другого не любит, одного благословляет, другого не благословляет. А разница в том, что один умеет распоряжаться с тем благословением, которое Господь ему дал, а другой не умеет. Я думаю, это место Писания, оно, конечно, важно, как и все в Библии для каждого человека, но мне почему-то кажется, что вот для нас с вами, для граждан России, это как, ну, это актуально, наверное, как ни для кого больше. Почему? Потому что я вижу, сколько часто благословений к нам приходят, сколько даров и талантов Бог посылает в наш народ, но очень часто важно уметь ими мудро распорядиться. Поэтому Священное Писание предупреждает, что результат нашей жизни часто не в том, что в нашу жизнь приходит, а в том, как мы можем этим вместе с вами распорядиться. Ну, как яркий пример, сколько как бы не вливай благословений в решето, оно остается все равно пустым. Не потому, что благословение неправильное, а потому, что просто-напросто это является решетом. Вы знаете, и часто проблема того, что мы не имеем то, что можем иметь, мы не переживаем то, что можем пережить, в очень простых вещах, которыми мы пренебрегаем. Я недавно на одной из проповедей говорил вот об этих мелочах, которые губят большие виноградники. Мелочи, казалось бы. Есть очень простые вещи, которые, по идее, мы должны были бы усваивать в школе, но мы их не усваиваем. Я вот специально попросил принести коробку. Да, ну можно еще кого-нибудь. Ярослав, можешь тоже подняться? Вот смотрите. Вот я специально попросил, ну такой яркий пример, взять. Давай тогда ты будешь засекать время, да? А Ярослав будет искать. Вот смотрите, я взял обычную коробку с детского собрания, где всякие вещи с детского служения. Тут краски, скакалки, какие-то игрушки, мячики, телефоны, машинки. Вот простые, да? А можно там еще фломастеры разные? Вот куча фломастеров. Да, тоже дайте мне. Вот и куча фломастеров. И вот здесь все специально мы разложили. Вот фломастеры отдельно лежат, игрушки отдельно лежат, вот краски здесь лежат. Вот все разложено как бы. Вот отдельно какие-то флакончики стоят. Вот все здесь расположено. И вот, предположим, берем красный фломастер, да? Берем красный фломастер. Вот кладем в коробку вместе с фломастерами. И вот теперь давайте сделаем небольшой эксперимент. Вот Михаил засечет время. И вот, Ярослав, за какое время ты сможешь найти в этой коробке красный фломастер? Давай. Раз, два, три. Вот, смотрите, он не торопился, да? Сколько? 1,71 секунды получилась. Молодец. Вот. А теперь, если у нас нет времени все это там раскладывать, игрушка к игрушке, все, да? Мы возьмем и просто-напросто все это побросаем вместе с фломастерами, со всеми, все побросаем сюда, в этот мешок. Потому что в мешок складывать-то, в принципе, проще, да ведь? Чтобы тут в коробке раскладывать, в мешок проще. Вот. Все наложили, да? Вот. И вот такой мешок. Тут как бы порядка нет, да? И давай засекаем то же самое время. И Ярослав сейчас будет у нас искать фломастер в этом мешке. Давайте. Все вещи точно такие же. Мы не добавляли. Раз, два, три. Скажи ближнему, это как ты по утрам себя часто выглядишь. Когда выглядишь, когда ищешь, где носки там, да? Вроде были где-то в мешке там кто-то постирал там. Вот. Вот. Все, можно. И вот смотрите. То же самое количество вещей, да? Просто был порядок и нет порядка. 38 секунд. 38 секунд – это даже не в 10 раз. Это чуть ли не в сколько? В 40 секунд. Да, чуть ли не в 40. Там около 30 раз, да? В 30 раз. Смотрите. Одно и то же действие можно сделать либо за секунду и 7, ну за 2 секунды, да? Либо за 40 секунд. Одно и то же дело. Причем, помните, когда мы брали коробку, он так особенно не парился, взял ее и достал фломастер. А тут же надо же искать, да? То есть он не просто это сделал дольше. Он же устал. Ему отдых нужно. Ему надо, чтобы пастор его отправлял в отпуск. Он же пашет с утра до вечера. Понимаете? То есть мы иногда думаем, сколько мы потратили усилий. И нам кажется, мы столько много тратим усилий. Но часто на нас смотрит Господь, ну и начальник твой земной, не на то, сколько ты потратил усилий, а какой результат. Мы себя оцениваем по усилиям, а нас оценивают по результату. Так вот смотрите, одно и то же дело может иметь совершенно разное время и разное приложение усилий. Если вот мы, смотрите, можно еще троих братьев, а? Пригласить сюда троих братьев. Кто-нибудь? Придите, да? Давай, Илюша, выходи. Что ж ты? Ты сейчас за всех казанцев отдуваться будешь. Давай. Вот. И еще одного, да? И ты, Жень, выйди. Выйди. А ты, Миша, будешь засекать время. Давай. Вот. И вот смотрите, братья. Давайте, встаньте все. Взял часы. Вот это тоже еще маленький эксперимент. Да? Сейчас Михаил засечет время. Братья, вот такое задание для вас. Встать в виде креста. Время пошло. Все. Смотрите, пять секунд. Четыре девяносто четыре. Пять секунд. А теперь, братья, запомните каждое свое место. Кто где стоит. Кто где стоит. Сейчас снова встаньте. И вот смотри, они уже что-то попробовали, да? Уже это что-то подготовленное. Они уже знают, где стоят, да? И теперь встаньте в форме креста. Время пошло. Сколько? Один и восемь. То есть, смотрите, время в два раза меньше. Они всего один раз репетировали. А давай еще раз. Ну-ка, встаньте прямо. Давайте постарайтесь в секунду. В принципе, у нас 50 минут есть на проповедь. Так что к концу вы за секунду встаньте. Давайте. Форму креста. Раз, два, три. Ну? Секунды и четыре. Ладно. Но я думаю, к концу пробовать, если бы мы позанимались, да? А не мы, может быть, даже и меньше секунды. Вот. Смотрите, то есть одно и то же дело, да? Оно либо подготовленное, либо отрепетированное, да? Либо неподготовленное. То же самое требует в два раза больше времени. В два раза больше времени. Хотя задание несложное. Разница. Когда есть порядок, есть подготовка. Каждый знает свое место. Это одно. А когда все решается спонтанно, это другое. Я отлично понимаю, мы не можем в своей жизни все подготовить. Не можем. Что-то приходится делать, как импровизацию. Но ведь что-то же мы можем заранее готовить. Что-то можем. Еще одна вещь. Можно мне вот, Алексей, вот эти листки. Братья, встаньте сейчас вот в одну сторону все, да? Вот смотрите, я специально попросил листы, да? Вот на каждом листе. Давайте вспомним, какие у нас есть дела у дисциплинированного человека. Какие бывают дела, которые он должен делать практически ежедневно. Какие? Да, чистить зубы. Вот давайте какой-нибудь подпишем их. Чистить зубы, да? Потом еще что? Отвечать на письма. Ну да, хорошо, да, когда тебе пишут. Отвечать на письма. Вот. Ты с каким-то намеком сказала, как будто тебе никто не отвечает. Вот. Что еще? А, да, подъем в одно и то же время. Все врачи говорят, что это полезно, да? Давайте. Подъем в одно время, да? Когда ты ложишься в одно время тоже, да? Полезно. То есть твой организм привыкает к биологическим определенным часам, да? Ложиться в определенное время. Что еще? А? Зарядку, да. Да, Алексей, зарядку пиши. Зарядку. Что еще? А? Вот. Читать Библию по плану. Моя жена сказала. Молодец. Кто написал? Напиши. Читать Библию по плану. Тебе не пишут? Читать по плану. Еще что? Что? Завтрак. Ну, об этом редко забываешь. Давайте скажем так. Вот, когда, ну... А? Что? Выходить вовремя? Не опаздывать. Да, давай. Выходить вовремя. Правильно. Кто-то еще? Напиши. Выходить вовремя. Что еще? А? Чего? Душ принимать. Молодец. Пиши, Миша, душ принимать. Вот. Еще что? Чего? Поиграть? Что? Артем, Артем у нас поиграть не забыл? Что ты, девочка, что ты хочешь сказать? Зубы почистить. Хорошо. У нас есть зубы? Вот он уже почистил. Да, постель заправить. Старшее поколение помнит об этом. А? Посуду мыть. Мы же про мужчин говорим. Какую посуду мыть? На работу ходить. Ну, это не сказать, что дисциплина на работу ходить. А? В пробке там мы взяли, выходить вовремя. То есть нужно с пробками мерить. Еще какой-нибудь. А? Прибираться. Да, ну, прибираться. Все. Напиши. Напишите мне, перебираться. А? Ну, да. Вот, напиши. Молиться. Вот, молиться вот каждый день, там, полчаса, например. Да? 30 минут молитвы, да? То есть, ну, тут мы можем многое понапридумывать. И вы знаете, вот очень часто мы думаем о целях. О целях. Вот есть определенные цели. Чтобы наша жизнь исполнила Божье предназначение. Чтобы мы волю Божью в своей, через свою жизнь могли осуществить на этой земле. Чтобы мы были в Его руках. Мы были Ему послушны. То есть, мы хотим все этого, да? Но очень часто, поймите, вот в чем отличается терпение от лени. Терпение. Может быть, ты не видишь быстро результатов, но ты планомерно идешь сак же шагом. Лень. Это как рассеянный с улицы бассейны. Помните, он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, удивился и сказал, это что за остановка Балаголь и Поповка, да? А ему говорят, это город Ленинград. Он сказал, что за шутки, иду я в вторые сутки. То есть, мы часто ждем. Что за шутки? Где пробуждение? Что за шутки? Где Божье благословение? Что за шутки? Мы как бы ожидаем чего-то и не понимаем, что к большим целям путь. Это как вот какие-то камушки. Теперь давайте возьмем, вот смотрите, вот как камни определенные, которые мы можем... Положите вот до меня, да? Вот смотрите, это как некая дорожка. Вот. Ну, можно так поближе ко мне. Пошире сделайте, братья, да? И вот смотрите, да? Все. Еще разложите пошире. И вот смотрите, и вот ты стоишь в своей жизни, да? Вот там, встаньте. Встаньте, да? И вот ты можешь по этим камням шагая, когда ты каждый день читаешь Библию, каждый день, минимум полчаса молишься, каждый день прибираешь в своей комнате, что у тебя там порядок. То есть, казалось бы, мелочи. Их легко упустить. Не помолился, не прибрал там, не почитал, не сделал. Не вышел. Мелочи. Казалось бы, что от этого изменится? Ну, приду на полчаса позже, чем договорились. Ну, не прочитаю сегодня, завтра прочитаю. Но если мы делаем все... Вот, Михаил, вот иди и ступай четко по белым камням. Смотрите, он идет, и каждое дело, это как определенный шаг, да? Вот. Иногда говорится, а можно ли там что-то убирать? Вот я специально возьму и уберу вот что-то. Что-то мы уберем. Вот. И вот теперь ты, Ярослав, давай. Уже ему приходится, как всегда, Ярославу делать все с большим усилием, да? Но он, по крайней мере, дошел. Вот. Но наша плоть, она никогда не останавливается. Она думает, так, а можно еще сэкономить? Ну, давай еще сэкономим, да? И еще убирается. И вот теперь следующий. Игорь. Ой, Игорь большоногий. Он чуть пробует, сейчас мне не испортил все, ладно. Давай. Еще один камень уберу. И тут уже для Алексея очень сложно, да? Алексей уже не смог исполнить Божье призвание. Он уже идет в ад. И теперь смотри, Казанцев, давай, Казанцев. А ему убираем все. У него только два осталось, да? Он хитрый. Видишь, у него вообще шансов нет никаких, да? Никаких шансов нет. Смотрите, один и тот же человек часто, он... Наш результат зависит от мелочей. От мелочей. Мы можем усложнять себе жизнь или нет? И смотрите, как вот, например, Игорь прыгал и Миша у нас, и Ярослав. Ну, Ярослав, ладно. Как Миша у нас прошел первым. Один и тот же результат. Первый сделал это легко. Второй то же самое сделал с усилиями. Хотя он не менее сильный. Почему ему для такого же результата нужно было бы больше усилий? Меньше этих кирпичиков. Меньше вещей. И потому очень часто происходят в нашей жизни большие трагедии. Не потому, что там небо к нам неблагосклонно. Или там еще там что-то такое. А потому, что мы просто-напросто в своей жизни не устраиваем порядок. Аминь. Давайте поблагодарим. Спасибо, братья. Можете собрать это. То есть, вот, как бы, простые, простые вещи. Простые вещи. Но вот именно в этом и кроется секрет многих вещей. Почему, например, хочется покупать там немецкий автомобиль, а не российский? Хотя, казалось бы, ну в нашей стране хотелось бы поддерживать наших. А почему не хочется? Глупей. Немцы все одарованные, а русские тупые, да? Нет. Нет. Более того, путешествия по Германии, мне кажется, у нас даже больше талантливых. Не в обиду немцам сказано будет. А все равно хочется на той машине, а не на этой ездить. Правильно же, да? Почему? Да просто-напросто видно, что одну сделали там, где порядок. А другую, вот там постоянно все убирали, думали, она сможет. Если мы это уберем, поедет. Ха, поехала. А еще отсюда уберем. Все еще поедет. А эта уже не поедет. Придется оставить. Как бы все сделано по минимуму, чтобы ты не вывалился. По минимуму все сделано. Вот парадокс-то в чем. Хотя мы верим, что Божьего благословения над нашей страной не меньше, чем там над другими странами. А почему часто хуже-то? А вот в этих простых словах. Но некоторые гибнут из-за беспорядка. Наша плоть, она очень неорганизованна. И она больше всего, наверное, ненавидит такое слово, как дисциплина. Ей оно не нравится. Она все хочет делать по вдохновению. И поэтому чаще всего ничего не делает. Ничего не получает. Ничего не достигает. Вроде бы есть благословение. А результатов нет. Я помню, как один человек после одного из собраний, он пришел на собрание. И вот он говорит, пастор, мне сегодня так сильно Дух Святой коснулся. Он говорит, я пришел в первый раз в церковь. Он говорит, никогда не был в протестантской христианской общине до этого. Он пришел, говорит, все было необычно. Я говорю, вдруг во время собрания почувствовал, как словно Бог касается моего сердца. И он, помню, рассказывал мне и плакал. Я думаю, что многие из вас когда-то переживали в своей жизни особенные Божьи прикосновения. И это может быть в церкви, на собрании, на конференции, это может быть дома, да хоть где. Но вы знаете, к сожалению, вот этих прикосновений Духа Святого намного больше, чем плодов в нашей жизни христианских. Потому что Бог тебя коснулся, Бог тебя благословил, Бог тебя наполнил, это одно. Но смог ли ты этим воспользоваться, смог ли ты это сохранить и приумножить, это совершенно другое. Бог может тебя коснуться прямо сегодня, прямо здесь, где бы ты ни находился, просто по своей милости. Иногда я переживаю такие прикосновения, когда просто плачешь, и эти слезы от того, что ты чувствуешь единение с Большим, с Великим, с Вечным Господом. Но потом это все заканчивается, начинается жизнь. И легко можно потерять все благословения, все наполнения, которые ты здесь пережил во время собрания. Легко можно растратить, очень легко. И поэтому, знаете, я вспоминаю, когда мы празднуем сейчас 25-летие нашей церкви. Я, когда настолько началась церковь, мне вообще было 19 лет, и я очень многих вещей не знал. Мы уже потом поехали с Дианой учиться в Европу, в библейский центр. Мы уже потом, потом уже я отучился в Санкт-Петербурге, на факультете религоведения. Уже все потом, вот как-то получил такой богословский багаж, там все прочее. А в начале не было каких-то там великих богословских познаний, была просто жажда и огонь. Но Бог дал мне одну вот мудрую вещь. Вот я понял, что если вот мы что-то делаем, это должно быть стабильно, постоянно. Поэтому, когда я помню, мы первый раз решили арендовать зал, тогда у нас еще не было команды большой, служителей в церкви. Я помню, я просто вышел и пошел по городу. Заходил в разные институты, техникумы, училища. И узнавал про их какие-то залы, актовые залы, и спрашивал об аренде. И кто-то отказывал, кто-то соглашался, но мне это не подходило, потому что они говорили, вот тут мы можем вам там раз в месяц давать, или мы можем давать, но если у нас мероприятие, тогда извините, мы не сможем вам дать аренду. И я нашел именно тот зал, это был, помните, наш первый зал в Доме техники, где мы собирались на Бардино, где мне сказали, вот вы заплатите за год, и каждое воскресенье и четверг вы будете здесь собираться. Потому что я знал, очень важно, чтобы место, где мы собираемся, было стабильным, постоянным, чтобы люди знали, вот в воскресенье, в 11, холодно, жарко, зима, лето, праздник, будни, здесь проходит богослужение. Скажешь, пастор, но это так недуховно, ведь если Бог наполнит, я много видел примеров, когда Бог наполнял, но люди не знали, куда идти. Что нужно было молиться, Господь, ответь мне, где сегодня мы собираемся, я не знаю. Потому что каждый раз в новом месте. Каждый раз в новом месте. Ты можешь быть потрясающим лидером домашней группы, но если твоя домашняя группа не знает, где они будут собираться в следующий вторник, у тебя никогда не будет много людей. Ты можешь быть просто потрясающим, рассказывать всем, но люди должны знать, есть такие практические вещи, называются порядок, когда стабильность есть, когда есть постоянство, когда люди понимают, куда им нужно идти, и это кажется там недуховным как-то там вот. Но это очень и очень, очень важно. А многие верующие, они чего-то ожидают часто, кажется, вот Бог наполнит, ничего не нужно. Это не терпение, это лень. Мы просто не хотим часто многие вещи делать. В мешок сбросить проще. Все оставить как есть проще, ничего не прибирать, это проще. Это проще сегодня, а на завтра ты себе много проблем создаешь, и тебе завтра нужно будет в два раза больше усилий для достижения тех же самых результатов. Поэтому, когда мы говорим сегодня вот о регулярном, ежедневном чтении Библии, казалось бы, ну мелочи, три главы в день. У нас, как правило, две из Ветхого Завета, одна из Нового Завета. Просто один из кирпичиков. Просто один из кирпичиков. Сегодня три главы, завтра три главы, послезавтра три главы. И вот так каждый день, каждый день, в конце года ты увидишь, что твое познание Библии будет совсем другим. Просто совсем другим. Ты скажешь, пастор, я ее прочитал уже, там, может быть, даже два раза. Я рад за тебя. Но вот если ты в этом году ее будешь читать, ты увидишь, что не зря. А если через день читать? Ну тоже можно. А через два? Да. Я вот буду через два читать и сразу по десять глав просто. Так можно? Можно. Раз в неделю можно? Можно. Но я знаю, кто читает раз в неделю, тот, знаете, проще читать каждый день, чем раз в неделю. Когда ты себе выбрал время, каждый день. Каждый день у меня есть молитвенное время. Вот каждый день. И это намного проще, чем молиться много раз в неделю. Или раз в месяц. Потому что однажды наступит вот такой разрыв, что ты уже не перепрыгнешь. И как часто происходит, как один мне брат сказал, говорит, Виктор, говорит, я бы с такой радостью взялся вместе с вами читать Библию по плану, но я пробовал пять раз это делать уже и ни разу не получалось. Один, говорит, раз я дошел до марта и там сгинул. Где? В бездне беспорядка. В бездне беспорядка. Ведь сложно всех этих вещей в их простоте. Ну, не сложно же. Раз, вот тут камешек, вот тут камешек. Но наша плотник плот не хочет это делать. При этом мы все очень хотим походить на нашего Господа, быть как Господь. А какой же Господь? Давайте посмотрим. Одна из характеристик нашего Господа. Первая Коринфянам, 14 глава. Первая Коринфянам, 14 глава, 33 стих. «Потому что, пишет апостол Павел, Бог не есть Бог не устройство, но мира». И вот здесь в греческом слово, которое в синодальном переводе «не устройство», оно также имеет значение «беспорядок». То есть не устройство, беспорядочность, хаотичность. И вот апостол Павел говорит, что Бог наш это не Бог хаоса и не Бог беспорядка. Когда пророки Ветхого Завета или в Новом Завете апостолы рассказывали о небесах, они показывали, что там порядок. Там есть определенные там какие-то структуры интересные, небесный город, там разные основания. И вот тут вот херувимы, а там вот люди с этими с пальмами, ветвями. То есть там порядок. Если бы был беспорядок, апостол говорит, «И попал я на небо, и ничего не понял». И кто-то летит, кто-то бежит, кто-то кричит. Кто из них Господь? Непонятно. Нет, они описывают там вот… То есть не все участники этого порядка нам до конца и сны, потому что это небо. И трудно, может быть, представить колесо в колесе, однако порядок. Колесо не в кубе, а в другом колесе. Все разложено там по местам. Когда вот в прошлое воскресенье Диана делилась откровением про Скинью, Скинья как… Ведь это же не идея Моисея была сделать Скинью именно так. Может быть, Моисей и желал служить Господу, но саму схему Скинии он получил от Бога на горе, где Бог ему показал эту Скинью и сказал, «Вот так все и сделай». И мы видим, насколько в этой Скинии все было четко устроено, расписано, что, где должно находиться там внешний двор. И вот тут должен быть сначала жертвенник, потом Медное море, там помните, да, у них была чаша, потом заходите внутрь, в палатку, и там святилище, прямо золотой жертвенник. С одной стороны хлеб, стол с хлебами предложения, с другой стороны семисечник, да, потом завеса, отделяющая святилище от святой и святых, за завесой, ковчег находится уже. Все было расписано, что, где должно быть. Если бы там был беспорядок, там люди пришли, жертвенник кто-то убрал, кто убрал жертвенник? Забыли. Моисей бегает, не может найти жертвенник. Кто вчера, простите, нас приносил жертву? А мы не помним, кто. А куда его поставили? Да вообще забыли, кто куда поставили. Кто-то взял, кто-то засунул. Там жертвы приносили, там специальные вилки. Где вилки для жертвы? Кто-нибудь утащил домой к себе? А потому что вот так вот все, вот так вот все. Мне кажется, это ответ, почему Бог избрал не русский народ, да? Могла история честься пойти иначе. На скине бы все остановилось. До Иисуса бы просто не дошло. Потому что все вот так вот, вот так вот, вот разложено. А ты прямо читаешь, вот русская душа, и даже скучно. Ну как у них так все прям, как говорит Диана, хочется пролистывать этот противный порядок. Тут такие шкуры, тут такие шкуры. Разве это имеет значение для русской души? Нам Бога подавай. Хоть как. Вы знаете, я в определенное время заметил, вот казалось бы, такая недуховная вещь, но я много раз замечал в своей жизни, я вот когда молюсь в своей комнате и в комнате беспорядок, я не могу там молиться. Вот я хожу, вот я начинаю молиться, о Господь, смотри, думаю, рубашка лежит. Там кто-то, там что-то такое. Тут открыто, тут все навалено. Я не молюсь, я хожу и смотрю, потом думаю, так, надо лучше, знаете, вот есть там, положим, полчаса помолиться, лучше 20 минут прибраться и 10 минут помолиться, чем полчаса ходить и маяться. Вот ты начнешь прибирать, думаешь, зачем, как, потому что, ну ты же здесь с Богом общаешься, а Бог твой, Бог порядка. Бог, Бог порядка. Поэтому, помните, когда там было скиния и все, Бог сказал, Он говорил о духовных вещах, золотой жертвенник, курение, слава Божья, так, что просто люди не могли стоять от Божьего присутствия. Такие духовные вещи. И среди этого духовного, Божьего познания, Божьей славы, Бог говорит, и помимо всего, у каждого должна быть лопатка. Помните? Лопатка должна быть. О, лопата. Не, маленькая, не надо большой. Для большинства людей маленькая нам нормально сойдет. Вот. И все, говорит, и, а для чего, Господь, лопатка мне эта? А для того, что если ты вдруг захочешь, по маленькому или по большому, чтобы ты не делал это у своей палатки. Говорит, я никогда не делаю, я у соседней всегда. В моем подъезде чисто. А Бог говорит, нет. Потому что если я приду, и тут беспорядок, даже в соседнем подъезде, я в твой не приду. Потому что я хочу, чтобы вот там все было нормально, чисто. Скажешь, Бог, ну у тебя и претензии, да? Говорит, возьми лопатку и выйди за стан. И там все выры, все это. Простые вещи. Я говорю, Господь, ну, это же, ну не, мы сейчас говорим о славе Божьей, о Божьем присутствии. Это-то к чему? Ведь слава Божья может сойти, слава-то Божья может сойти, но ты можешь погибнуть все равно из-за беспорядка. Божье благословение будет излито. Но оно будет не впрок тебе. Почему? Из-за беспорядка. Поэтому Бог дал им даже такие бы очень практические вещи. Читаешь, и ты думаешь, вот только что про славу, про золотой швидельник, и тут же про туалет, про лопатку. А Бог говорит, чтобы я, когда сойду в стан, не нашел у тебя ничего срамного. Синодальный перевод. Мы же понимаем, да? Чтобы он не нашел тут, чтобы мы не сделали, туалет из святого. А наша плоть, она все норовит превратить в туалет. Все. Нет порядка в жизни. Нет порядка это. Есть люди, которые постоянно опаздывают. И каждый раз ты звонишь, слушай, а мы же договорились, да ты не знаешь, у меня тут пробка. Да конечно, тут у тебя пробка, а я в другом городе живу. Я вон с окраины приехал, тебе тут рядом. Мы вообще даже еще, когда помню, на Селькоровской жили, помните, когда у нас собрание там было, на Селькоровской, мы обратили внимание, что позже всех приходят люди в тот черене, кто живет. Им ближе всех. К Туралмашу, они заранее приезжают. Поэтому мы часто пытаемся, а где ты? Да я сейчас. Да я вот так. И начинают. Есть такие люди, их буквально раздражает прийти чуть-чуть пораньше. Просто раздражает прийти чуть-чуть пораньше. Надо вот все в последний момент. Причем, а что ты там такого дома важного делал? Ждал, чтобы выйти в последний момент. Ты ничего больше не делал? Вообще ничего. Ждал, чтобы выйти в последний момент. Я недавно, моя средняя дочь с мужем, они уехали в Петербург, и я вот их как-то вез в аэропорт на машине, да? Они говорят, папа, мы выйдем во столько-то, во столько-то. Я говорю, слушайте, ну мы приедем тютелька в тютельку. Давайте пораньше. Они говорят, па, зачем пораньше? Зачем пораньше, говорит. Мы же не едем через город, у нас тут дорожки через лес напрямую. Выезжаем мы рано, чуть ли не в 4 утра, ранний рейс, машин нет, едем через лесочек, тут напрямую. Чего нам выезжать пораньше? Это ваше поколение, вы приезжали там за 2 часа. Ну, короче, встал я, как они сказали, поехали мы. Выезжаем на эту дорожку, выезжаем, а там почему-то поехала огромная фура, застряла, и всю дорогу перегородила. Всю дорогу перегородила эта фура. и чтобы поехать, ну, кто знает, вот мне нужно ехать, вот, либо коротко через лесок, либо нужно ехать в город, и вот тут все-все-все-все, объезжать, 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 и там даже ни в 2, ни в 3 раза дольше. И когда фура перегородила, все там, полностью, ни проехать, ни объехать, ну, в 5 утра фура стоит в лесу, вот так вот. Ну, я, конечно, поехал по длинной дороге, и ехал очень быстро, нарушая все правила дорожного движения, вот, и приехал, и они выбежали, с чемоданами, прибежали, и когда я приехал домой, приходит счастливая смска, папа, мы преуспели, нам сказали на регистрации, что через 30 секунд она бы закончилась. Я вот не могу понять, а зачем эти подвиги? А зачем? Нет, я рад, что они успели. Как говорит Карл Густав, один из радостных моментов, когда огни уезжающие машины с детьми, слава Богу, что они погостили, слава Богу, что гости закончились. Это надо с годами, все поймете, все, кто наслаждаются маленькими пупсиками с вами, вы поймете, какое счастье. Вот, в каждом возрасте у детей свое счастье, у родителей тоже. Вот, зачем это нужно было делать? Вот зачем? Вот, часто мы совершаем подвиги там, где они не нужны. у нас вот каждый раз там это, вот поехать навстречу, это достижение, не опоздал там, едешь, все. Мы когда с Дианой выезжаем, и вот там выезжаем, какие-то вещи, и начинается, я говорю, Диан, вот ты запомни, вот выехали на 15 минут позже, приедем на 15 минут позже, вот все. Вот сейчас не надо устраивать тут, не надо копировать шумахера. Все, мы выехали позже, мы приедем позже. Потому что, когда ты выезжаешь позже, а хочешь приехать раньше, ты начинаешь ехать, ты начинаешь нервничать, ты начинаешь там обгонять и подрезать, на тебя начинают злиться, тебе начинают мигать и бибикать, ты начинаешь орать, что ты опаздываешь, и сам бибикаешь им в ответ. В итоге, даже если ты приезжаешь, ты злой, раздраженный, недовольный, ты доехал вовремя, прям достижение, если ты решил. И заметьте, эти достижения обычно у одних и тех же. У одних и тех же. То есть проблема не в Божьих благословениях. Проблема не в том, что у кого-то ситуации хорошо складываются, а у тебя все время как-то сикось-накось. Проблема находится внутри тебя. Внутри тебя. Наш Бог. Бог порядка, мира, а не Бог хаоса и неустройства. Когда ты поешь, я хочу быть таким, как ты, ты что имеешь в виду? Мы часто думаем, я хочу быть таким, как ты, да? Это вот опаздываешь, и надо идти-идти, а тут я через городской пруд по воде прошел, как Иисус, и успел. Но не успеешь. Ну, конечно, зимой успеешь. Мы хотим походить на Бога в чудесах, но часто не хотим походить на Него в характере. А это связано. Потому что, если у тебя нет характера, тогда у тебя, конечно, чудеса будут. Каждый твой приезд вовремя – это чудо. Есть такие люди, он пришел вовремя, все такие смотрят на Него. Это чудо. Это чудо. Он встал. Он вовремя вышел. Он молодец. Смотрите, второе послание к фессалоникийцам. Апостол Павел просит молиться за свое служение. И вот второе фессалоникийцам, третья голова, первый стих. И так просит Павел верующих христиан в фессалониках молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. То есть, чтобы служение, проповедь были эффективными. Не просто о том что-то говорить, но иметь результат. И чтобы второй стих чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Ибо не во всех вера. вы в своей жизни что-то пытались сделать вместе с лукавым человеком, а? Вот когда люди хитрые, люди лукавые, никогда не понятно, что у него на уме. Бывает же такое, да? с ними очень тяжело, потому что ты в этих людях никогда не можешь быть уверен. Он всегда исходит только из того, что ему кажется для него лично выгодным. Иметь дело с хитрым, лукавым, с человеком с двойным дном ужас. Смотрите, апостол Павел приравнивает людей, у которых нет порядка, к лукавым людям. С ними точно такие же проблемы. Точно такие же проблемы. Потому что когда есть команда, у кого-то нет порядка, он в итоге всю команду тянет назад. Всю команду. Если, например, все должны там встать видеть креста, а кто-то там не знал, не репетировал, не в теме, не в курсе, забыл, не думал, не подготовился, не прочитал, то все встали, а он будет бегать, не знает, где его место. Во втором послании к Коринфянам в 20 стихе Павел, смотрите, опять говорит о своих опасениях. И он говорит, я опасаюсь, чтобы мне по прошествии моем не найти вас такими, какими не желаю. не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Вот все эти вещи разрушают церковь. И мы знаем, что в случае с Коринфской церкви так и случилось. Это была одна из величайших церквей первого века, величайших христианских церквей с известными служителями. Это была очень большая церковь, там было много даров духовных. На основании писем Коринфяна мы сегодня делаем целые темы о духовных дарах, о служении. Но, несмотря на все дары, на все Божьи благословения, это служение не имело продолжения. Из-за чего? Из-за беспорядков. В этой церкви был хаос и беспорядок. И мы читаем об этом. Разделения, раздоры, один Павлов, другой Аполлосов, третий Кифин. Эти вот беспорядки загубили великую одарованную общину. Казалось бы, какая-то ерунда. Ну и, наверное, самое такое яркое библейское место о важности порядка в жизни это какая притча? 25 глава Евангелия от Матфея. Самая главная притча о порядке. 25 глава. Первый стих. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Ну, это восток, понятно, притча восточная. Десять дев, жених один. из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же, видишь, порядка нет. Одно взяли, другое забыли, ничего, потом сбегаем. А что ты это принес? А ты не принес? Ничего, потом сбегаю. Какая-то такая ерунда. Бог, что ты придираешься? Ну, все мы разные. А вот беспорядочные не попадут на небо. Об этом притча. Как же такая ерунда? Но вот тут оказалось не ерунда. Смотрите, мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите на встречу ему. Тогда встали все девы, поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. Вот обычно тех, у кого порядка нет, они всегда лезут со своими просьбами к тем, у кого порядок. Неразумные же сказали, да, где нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. У них все время что-то не то. Им все время, вот есть такие люди, им все время надо во всем помогать. Они там ложку забыли, ножик забыли, у них все что-то выскочил, не успел, из головы вылетела. И все время дай, 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 А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше продающим и купите себе. Вот они очень мудро ответили, потому что я обычно говорю не дам, и на меня обижаются. А мудрые не сказали не дам, они сказали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, надо мне это выучить, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, потому что многие-то христиане, они говорят, а написано просящему дай, а вот тут нет, тут нельзя давать. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Вы знаете, казалось бы, из-за какой-то ерунды, ну, Царство Божье потерять из-за опоздания. Я каждый день по сто раз опаздываю. Для нас это становится уже такой ерундой, что, ну, не замечаем, кажется, ну, какие-то придирки. Можно так, можно так. И как из-за какой-то мелочи. Ну, опоздали. Они же не то, что это Бога проклинали. Они же Богу служили. Они же Бога ждали. Но опоздали. И опоздали не потому, что не хотели, а потому, что ну, вот так вот у них там забыли кое-что. Они же побежали, старались, принесли, все сделали. Ну, можно было там еще, ну, Бог, ты же вечный, там у тебя нет времени, тебе какая разница. Открыл, впустил, еще пять. И мы часто думаем, что милость Бога это его какое-то безалаберное отношение. А, и так сойдет. Нет. В Царстве Божьем так не сойдет. Там же у него порядок. что там будет на небесах, если этих пять впустить, а? Все небо испортите. Так все задумались, да? Каждому вообще сегодня такая проповедь-то прям не на позитиве закончилась. Давайте на позитиве закончим. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Мне очень нравятся эти слова из послания Петра, потому что здесь Петр показывает, что Бог нас искупил, то есть избавил не просто от греха, не просто от проклятия, не просто там от венца безбрачия или еще какого-то. Бог нас искупил от суетной жизни, то есть жизни в суете. Жизнь суеты это беспорядочная жизнь, когда чтобы что-то сделать нужно в два-три раза больше бегать, там что-то забыл, там не сделал, там еще каким-то образом и беспорядок вокруг тебя, потому что беспорядок внутри тебя. Так вот Бог нас избавил, искупил от этого не золотом и не серебром, но драгоценной кровью Агнца. Чем больше мы ищем Его, Его лица, читаем Его Слово, чем больше мы стремимся быть как Он в нашем сердце, в нашем характере, тем больше в нашей жизни будет порядка внутри нас, реального порядка, а когда порядок внутри нас, он не может не отобразиться вокруг нас. Внутри тебя порядок, и вокруг тебя начинается быть порядок, и ты вдруг увидишь, что то же самое количество благословений, что и раньше, приносит совершенно иной результат в твоей жизни, только потому, что ты можешь это сохранить и приумножить, благодаря порядку своей жизни, своей семьи, своего служения. Из-за этой мелочи люди могут очень много потерять. Из-за этой мелочи люди могут очень много достичь. Ты решаешь, будет ли эта мелочь против тебя или за тебя. Ты можешь